Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук, я живу в деревне. Сегодня 2 мая, очень холодно, но я почти всю землянику обработала, поэтому буду вам рассказывать, что у меня сохранилось, что у меня есть. Вот эта земляника, земклуника, которая называется Купчиха. Ой, аж плохо стало, вылетело из головы, представляете, кое-как вспомнила. Вот смотрите, как она перезимовала у меня. Вот здесь ни одного было желтого листочка, ни одного сухого листочка не было, хотя я ее вынесла за огород, это у меня не в огороде, вот так вот пока без мульчи, без всего. Я думала, что она у меня болеет, на самом деле ничего она у меня не болеет. Я тут, видите, голубенькая побрызгала этим медным, как он называется, пордовской смесью. Ну, хорошие кустики. Все у них хорошо. И у меня еще была зимовала здесь рассада, прям в стаканчиках. Сейчас я ее прикрыла немножечко, потому что пусть она в себя придет, потеплеет, потому что очень холодно. Видите, вот она здесь чуть-чуть похожа, но сейчас она тут отогреется, отойдет. Вот может быть вот эта пропала. Ну, а эти ничего. Чуть насыпала земли, потому что вымыла дождями землю. Все, пусть она греется, приходит в себя. Хотела в теплицу занести, но что-то в теплице места нет. Поэтому вот у меня купчиха. Надеюсь в этом году попробовать ягодку. В прошлом году я цветоносы удалила, чтобы были детки. Ну вот тут история была. Больная она у меня, не больная. Оказалось, она у меня не больная, это совершенно точно. Хорошая ягодка. Прям вот маленькие кустики. И они были очень... Я их посадила поздно и очень маленькие, потому что детки посадила. Они еще все у меня, видите, перезимовали. Так, дальше пойдем. Так, здесь у меня на развод в колесиках альбион. Мне привезла девушка. Здесь вот у меня были кустики в горшках, они у меня пропали. В каких пропали, в каких нет, разных. Так, вот это у меня земляничка. Я вырастила в прошлом году из семян, гигантелла две. Уже детки дали. Это вроде как зефир. Но не знаю, если ягодки будут, попробую в этом году. Вот с этой вот ягодкой у меня беда. Когда я открыла колеса, здесь было вот огромное количество зеленых листьев. Она была такая шикарная, я так порадовалась. Прошло три дня, не надо было открывать, надо было оставить закрытые. Прошло три дня, и вот все засохло. Листики все вот превратились вот в такую ерунду. Вот в такую. Вот я их убрала. Сейчас закрою. Может быть, она нежная какая-нибудь. Вот так прикрыла одной рукой, как смогла. Пусть еще посидит немножечко. У нас пятого, шестого минус четыре, минус пять будет. Поэтому рано еще открывать было. Может, и не надо было. Зря, наверное, поиспортила я. Так, дальше пошли. Вот это тоже в прошлом году я из семян вырастила. Я еще ее не убирала, не чистила. Это называется иришка. Написано было крупноплодное, но листики мелкие уже везде детки. Смотрите. Скорее всего, она мелкоплодная. И похоже, что она ремонтантная, потому что цветонос. Хорошо, я его все равно уберу все-таки. Видите, цветонос. Вот, непонятно, что он тут делает. Вот, почищу, посмотрю, что за ягодка. Вот у меня тоже был один всего кустик вырос, называется иришка. Вот, что у меня получилось с одного кустика в прошлом году. Это у меня там бетономешалка сзади. Буду погромче говорить. Сниму подснежники, а то так и на памяти не сниму, а они уже цветают. Это подружкин подарок. И вот крокусы. Смотрите, как мимолетная красота. Крокусы уже отсвели. Это пролезки начинают. И потом у меня еще, вон, смотрите. Вот видите, начинается мышиногиацинт. Или как он еще называется. Видите, вот пойдет. Здесь все, короче, вместе у меня пролезки. Крокусы и мышиногиацинт. Все в одном месте с розами. Я хочу в газон их посадить, но не буду про это. Это просто я себе на память сняла, как они мне отсвели. Хотя уже вот крокусы, видите, отсвели. Вот это у меня два маточных куста, которые от племяшки, без названия. Вот смогу, если картинку вставлю. Так хочу, чтобы мне кто-нибудь сказал, что это за ягодка. Потому что она очень вкусная и очень крупная. Самая, по-моему, крупная у меня из всего, что у меня есть. Попробую где-нибудь в серединке кадра ягодку вставить. Картинку, фотографию. Это у меня даренка. Выглядит не очень красиво, потому что обработанная этим бордоской смесью. Это вот все, что у меня перезимовало. Вот пять стаканчиков, остальные я выбросила. Это у меня какая-то ред, была какая-то ред, ред, не знаю, два кустика. Ну, не знаю, живые, не живые. Сейчас закрою тоже. Потому что то холодно, то тепло. Было вот только прям жара, думаю, пусть земля греется, открыла. А тут холод у нас опять. Сейчас закрою. Вот здесь у меня живет Эль Санта. Вот у меня было три кустика в прошлом году. Вот раз был кустик, два. И вот здесь был кустик. Он у меня пропал. А дети выжили. Смотрите. Детки нормальные. Тоже в теплицу бы занести. Вот этот убрать листик. Нет, хорошие серединочки, хорошие. Их в тепло. И будет шикарная рассада. Вот это ананасная. Очень хорошая. Крепкая, хорошая. Такие бархатные листья. Несмотря на холод. И несмотря на то, что только весна, только снег сошел. Вот деток немножечко, несколько штучек. Два, по-моему, ребенка всего. Ну, в принципе, здесь можно убрать. Чтобы было посвободнее отсюда выкопать. Все равно у меня грядки для нее нет. Поэтому поживет немножечко здесь. Вот рядышком без названия, которое называется Моя. Она по виду похожа на Дар Селект. На самом деле тоже название не знаю. Так вот она у меня выглядит. Есть хорошие кусты, есть детки. Я ее размножала. Там 4 или 5 кустиков было. Вот я ее так до такого раза множила. Дальше у меня Московская юбилейная и лимашенька. Так, чуть-чуть пообрезала сухие листья. Чеснок у меня везде в серединке растет. Вот, и вот эта грядка тоже у меня Московская юбилейная. Я ее накрывала в прошлом году. В этом году решила не накрывать, потому что она вытягивается. А ягода практически в одно время была. Поэтому накрывать не буду. Так, вот здесь у меня 2 крошки ханея. Ну, хоть перезимовали. В прошлом году покупала в ФТИ саду. Так, ну, это у меня. Показывала я Московская юбилейная. Дальше. Вот это у меня солнечная полянка. Я, в принципе, вот у солнечной полянки, я тоже, по-моему, ни одного желтого кустика не убрала. Хотя можно убрать. Вот как-то она так. Ягод не было еще. Я покупала, по-моему, 2 или 3 кустика в прошлом году. Вот как я ее себе размножила. 3, по-моему, или 2. Вот, смотрите, как раз вот те старые кусты. 1, 2 и 3. А вот эти все дети пошли уже. И перезимовала полуха она в стаканчиках. Видите, 3 штучки всего. Но я, наверное, тоже занесу. Остальные все. Может быть, все занесу, очнутся. Не знаю. Дальше поехали. Дальше у меня фестивальная. Фестивальная-то горе-беда. Не знаю ее. Самая моя нелюбимая грядка. Вот, кстати говоря, я, во-первых, место такое плохое здесь, потому что здесь мокро. Вот что мы здесь будем делать? Мы сюда вот, как раз вот на это место, вот здесь вот брус будет. Вот здесь будет у нас теплица. Мы сильно поднимем грядки в теплице. Во второй. И все. У нас здесь будет хорошо. Потому что там вот прям болото. Там какая-то река течет. И там вообще ничего не растет. Там даже вот в прошлом году посадила, бывшая хозяйка, позапрошлом году посадила тыкву. Она вообще у нее расти не стала. Холодная земля, наверное. Вот. И вот эту фестивальную, все вот эти детки, они, в принципе, неплохие. Я дам соседу. Обещала. Они сделали себе тоже грядки под землянику. Поэтому вот у нее будет ягодка в этом году. Там штук 38 посадят. Так. Вот это у меня такая смешная грядочка. Ну ничего, живые. Тоже почти в сентябре. Это называется Александрия. Это Александрия. Напоминаю еще раз. Это не мелкоплодная, а крупноплодная выведена в Лисовенко, в институте для нашего региона. Районированный сорт. Бывает, Александрия какая-то мелкоплодная, это крупноплодная. Будем ждать. Никогда не ела, не видела. Посоветовали в саду ФТИ. И взяла. Нахвалили. И взяла. Вот первоклассница. Я купила у Шубиной. Ну вот посмотрим, как она у меня. Перезимовала все нормально, все пять кустиков. Перезимовали хорошо. Я довольна. Так, дальше у меня немножко поработать надо. Это Елизавета 2. Перезимовали в стаканчиках хорошо. Ничем не накрывала. Все нормально. Вот не знаю, что делать. Цветоносы удалять. Там сзади удалила цветоносы. Здесь удалять, не удалять. Но какие-то они прям замученные. Мне кажется, надо удалить цветоносы. Чего они будут мучиться? Выпустят под еще или не выпустят? Холодно же. Вот так вот у меня Елизавета 2. Но тоже придется, наверное, ей переезжать, потому что где-то близко здесь будет теплиться. Не знаю еще пока. Так, вот эти два кустика это мне подарили в прошлом году. Ремонтантная земляника, которая называется... Сейчас, подождите, почитаю. Не смогла прочитать. Терлась или выгорела. Что-то читала-читала, ничего не могла понять, что такое тут написано. Но я это, позвоню, спрошу. У меня телефончик этой девушки есть, который мне подарила. Спрошу. А может даже на страничку зайду. У нее в Одноклассниках там есть эта ягодка. Так, вот эта вот грядочка, которая от племяшки называется, там кое-где выпала. Ну, у меня есть... Перезимовали в стаканчиках. Я досажу, если не получится. Это у меня... Ходила-читала. Ведь вылетает из головы, а? Лорд называется. Это лорд. Сейчас подойдем еще детей, посмотрим, как они там сохранились. Нет. Ну, вот растаяли. Тоже надо в теплицу занести. Обязательно сегодня. Прямо сейчас сделаю. У меня ящиков полно. Занесу в теплицу. Пусть они там оживают. Такая-то вот, которая от племяшки еще кое-какие детки есть. Но это у меня полянка просто моей ремонтантной. Пусть она так будет. Потому что что здесь посадишь? Ничего не посадишь. Там к забору подойти нельзя. Поэтому пусть она здесь растет у меня. Тоже без названия. Ну, вкусная ягодка, хорошая, ароматная. Это у меня кимберли. Так, вот этот ящик с рассадой. Сейчас попрошу Вадима, занесет мне. Это вся перезимовала хорошо. Хотя здесь вот место не очень тоже хорошее. Мокрое, холодное место. Я в прошлом году картошку здесь сажала раннюю. Что попало? Вообще здесь ничего не греется, не прогревается. Ну, кимберли я слышала, что она такая неприхотливая. Ну, так ничего. Тоже. Вадим, а ты можешь ящик он тот мне принести? Он тот. Вон, в теплицу занести его надо. Он тяжелый. Давай. Тебе покормлю ужином. И все. Так, ладно, он понесет, а я в теплице покажу, что там есть. Так, ну все, вот он занес. Вот смотрите. Вадим, прикрой дверь, пожалуйста. Вот смотрите, вот они рядом стояли, ящики. Вот этот стоял рядом, вот с тем ящиком. Смотрите, вот какой красавец. Постоял уже недели, неделю или полторы. Смотрите, вот этих я продала уже 10 штук. Рассады вот этой продала. Она уже, смотрите, красивая, конечно, ее можно продавать. Ну, вот надо было сразу занести. Надо все занести, короче. Тогда она будет вся красивая. Вот эту тоже кимберли. Только сейчас тоже занесла. Конечно, она не очухалась. Еще эта вода очухала. Смотрите, как красивая. Ух ты, красавица кимберли. Так, вот. Это обыкновенная, обычная, по-моему, московская, юбилейная. Тоже занесла какая-то она мелкотня. Сухая! Вообще! Подкормить на сухая земля. Смотрите, что я творю. Ничего не кормлю. Это лук у меня. Но тот светлый, знаете, почему? Потому что тот не парей. Парей, видите, какой зеленый, ярко-зеленый. Как бы показать, чтобы от цвета. А это не парей. Вот этот вот ялтинский, а это китайский у меня. Поэтому они светлые, другого цвета совсем. Вот. Так вот. Сюда высадила четыре вот таких дурынды на первой ранней помидорке. А сюда посадила салатик. Вот видите, купили в магазине салатик. Вокруг все съели. И тут они уже три дня у меня сидят тут. Вокруг мы съели, а серединки я всегда сажаю. И получаются прям вот такие вот шапки огромные. Прям огромные-преогромные. Никогда корешки из вот таких не выбрасывайте. Корешки сажаете, оставляете тут несколько листиков в серединке. Нарастет у вас. Много-много. С этой стороны у меня зазуля. Ну, что-то какие-то одни пустоцветы. Не знаю почему. Наверное, ему холодно тут или что. Ну, тоже дня три назад вот высадил. Вот один огурец у меня расти начинает. Остальные пока холодно, конечно. Что, представьте, на улице будет 5-6 минус, а я как дурочка высадила уже в теплицу. Ну, и что у меня нарастет тут? Ой, ладно. Так, ну и ладно. Все, закончу, пожалуй, я на этой красоте. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но все равно заходите почаще в гости, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Все, пока-пока. Не все. Глядите, что я нашла. Ходила-ходила, ходила-ходила. Ходила-ходила, думаю, что это такое у меня. Ну-ка, вот так вот раз, открыла. Смотрите, у меня тут что. Оказывается, у меня тут детки этой московской юбилейной под досочкой вытянулись. Ну, наверное, опять закрою. Холода пройдут как-нибудь. Не знаю, сейчас пока некуда этим заниматься. Вот, нашла что. И еще. Вот еще что у меня. Еще такие модные слова такое задохлики, да? Это у меня Азия. Я осенью купила, высадила, и вот она у меня в таком состоянии. Живая. Сейчас прикрою. Ну, а теперь все. Это 100%. Теперь все. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.